Сбер и ДВФУ открыли офис совместного Дальневосточного центра искусственного интеллекта. В торжественной церемонии в рамках Восточного экономического форума приняли участие первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин, проректор по научной работе ДВФУ Александр Самардак и заместитель министра науки и высшего образования России Наталья Бочарова. У нас уже было несколько совместных проектов с этим уважаемым университетом. И мы поняли, что здесь есть сильные ребята, что здесь есть сильная школа. И главное, сильное желание делать многое и интересно, и работать с самыми современными технологиями, технологиями искусственного интеллекта. Совместный научно-исследовательский и аналитический центр создан на базе Института математики и компьютерных технологий ДВФУ и уже решает широкий спектр задач. От анализа регулирования искусственного интеллекта в странах Азиатско-Тихоокеанского региона до вопросов развития научного сотрудничества с ведущими учеными этих стран. Собственно, Дальневосточный центр искусственного интеллекта, он призван вести исследования в этой прогрессивной сфере совместно с другими компаниями, с другими организациями. Я уверен, что здесь нас ждет успех, ждут новые открытия, которые будут востребованы как промышленностью, так и социальной сферой. В планах работы Центра искусственного интеллекта в том числе прогнозирование токсичных красных приливов, предсказание и мониторинг циклонов, разработка моделей по снижению экологических рисков при вылове водных ресурсов и сохранению популяции амурского тигра и других редких животных Дальнего Востока. К сожалению, на данный момент из-за того, что практически все метеорологические станции расположены вдоль побережья, как-то предсказать, где возникнет циклон, как он будет развиваться, куда он пойдет, люди с достоверностью аккуратно не могут. Мы планируем эту ситуацию изменить, опять же, с помощью искусственного интеллекта. Мы выбирали то, что действительно важно для Дальнего Востока. То, что связано с экологией, то, что связано с социальной ответственностью, то, что связано с тем, как сделать нашу жизнь, жизнь общества, жизнь каждого человека еще лучше, еще приятнее, как сохранить природу и как помочь нам всем. Между тем, у Центра уже есть первые значимые результаты работы. Опубликован глобальный атлас регулирования искусственного интеллекта «Восточный вектор». Издание дает детальную аналитику регулирования искусственного интеллекта 16 международных организаций. Ирина Шилина, Софья Воронкова, Татьяна Полищук. Новости на Восьмом.